Добрый день, дорогие слушатели, я Вячеслав Дубынин, и сегодня у нас четвертая лекция из цикла «Сенсорные и двигательные системы мозга». Мы поговорили об общих принципах работы сенсорных систем, две лекции были посвящены зрению, самому важному нашему анализатору, и сегодня мы сдвигаемся к следующей сенсорной системе, а точнее две сенсорные системы с так называемыми волосковыми рецепторами. Специальные клетки, особые клетки, вот они тут слегка показаны на заставке, у которых существуют действительно чувствительные волоски, реагирующие на деформацию, и возникает рецепторный потенциал, который дальше запускает импульсы в нейронах, и сигнал уходит в центральную нервную систему. Целых две сенсорных системы у нас сделаны на базе волосковых рецепторов — это вестибулярная система, то, что называют органом равновесия, и слуховая система. Эти системы двоюродные сестры или совсем родные, у них общий орган, который называется внутреннее ухо, и в глубине височных костей расположена эта очень сложная конструкция, в состав которой входят вестибулярная часть и слуховая часть. Сегодняшняя лекция будет посвящена вестибулярной системе, а в следующий раз мы подробнее поговорим о слуховой системе нашего организма. Вестибулярная система, разговор о ней нужно начинать с обычного вопроса, а на что она реагирует. Банальный ответ на положение тела в пространстве на самом деле не совсем точный, потому что не все положение, не все тело детектируется вестибулярной системой. Есть еще система мышечной чувствительности, которая оценивает углы поворота суставов, растяжение мышц, а вестибулярная система, ее область ответственности — это положение головы в пространстве. Сам орган вестибулярного чувства реагирует на ускорение свободного падения, на то, что называют G — гравитация. Если мы посмотрим на физику процесса, то все это связано с тем, что мы живем на поверхности огромной планеты, и к центру Земли направлена сила тяжести. Если говорить о физике процесса, то здесь колоссально важны имена Галилео Галилея и Исаака Ньютона. На этой гифке вы видите Пизанскую башню, существует легенда, что Галилей сбирался наверх башни, благо она стоит под наклоном и бросал два разных по размеру предмета — пушечное ядро и пулю. И они падали одновременно. Был этим опытом опровергнут древний античный закон, еще Аристотелем, который был сформулирован, что скорость падения и время падения на поверхность Земли зависит от массы. Оказалось, все несколько сложнее. Существует одинаковое для всех объектов ускорение свободного падения. На это ускорение свободного падения и на силу тяжести, направленную к центру Земли, реагируют живые организмы. Причем реагируют не только на уровни животных, но и даже на уровни растений. Потому что знать, где вверх, где низ — это колоссально значимо. Если мы смотрим на то, как растут крупные растения, то для них характерен и фототропизм, и геотропизм. То есть, что-то вроде «зрения» и вестибулярной чувствительности. Потому что знать, где светит Солнце, и знать, куда направлять корень, чтобы добыть воду и минеральные соли — это колоссально значимо. Вы видите здесь, как прорастает семя и, соответственно, образуется корень, образуется стебель-побег с листиками. Когда стали изучать положительный геотропизм корня, то обнаружили, что за реакцию на силу тяжести, на ускорение свободного падения отвечают клетки корневого чехлика. На рисунке показан кончик корня, и здесь зона, где клетки очень интенсивно делятся, но эта зона очень нежная и чувствительная к повреждениям. Она защищена корневым чехликом — дополнительной конструкцией, где клетки короткое время живут, слущиваются, помогают корню продвигаться через частицы почвы. Если смотреть на то, как устроены клетки корневого чехлика, то внутри этих клеток обнаруживаются зерна крахмала, точнее, лейкопласты, то есть производные хлоропластов, где накапливается крахмал, и эти лейкопласты оказываются несколько плотнее, чем окружающая цитоплазма. Под действием силы тяжести они выпадают в осадок и опускаются на ту сторону клетки ее внутренней поверхности, которая обращена к центру Земли. Дальше клетка корневого чехлика, реагируя на это воздействие, выделяет ауксины — вещества, которые направляют рост корня в ту или иную сторону. То есть с той стороны, где выпало больше в осадок этих самых крахмальных зерен, лейкопластов, выделяется больше ауксинов, и дальше эти гормоноподобные молекулы распространяются в зону деления и роста корня, и тормозят деление. В итоге, с той стороны, где корень оказался отклоненным от идеала, здесь на нижней поверхности больше ауксинов и клетки делятся медленнее, а там, где меньше, они делятся более интенсивно, и корень изгибается так, чтобы опять сориентироваться к центру Земли. То есть что-то вроде вестибулярной чувствительности, хотя без всякой нервной системы существует и у растений. И, кстати, подобный, связанный с ауксинами, механизм связан и с фототропизмом, то есть ростом побега растения к свету. В итоге мы не называем это рефлексами, поведением, называем тропизмами, то есть реакцией растений на различные физические воздействия, в данном случае на силу тяжести. И, конечно, очень важна вестибулярная чувствительность для животных, и она появляется одной из самых первых. То есть знать, где вверх Денис колоссально значимо, и вот вы видите здесь медузу, у которой мы обнаруживаем специальные органы вестибулярной чувствительности — статоцисты. То есть они находятся, вы видите, на внутренней стороне купола и представляют собой такой клеточный пузырек, и внутрь жидкости, которая наполняет пузырек, выходят чувствительные жгутики. И, кроме того, здесь содержится некое такое минеральное образование из карбоната кальция, кальций-СО3. Мы называем его статолит. И опять-таки статолит, как вот эти самые крахмальные зерна внутри корневого чехлика, несколько плотнее, чем окружающая жидкость. То есть его физическая плотность больше, в итоге статолит выпадает в осадок, прикасается к чувствительным волоскам, изгибает их, и идет реакция, которая дальше учитывается нервной системой и идеальное положение медузы, когда статолит находится в самой нижней точке статоциста. Если положение изменилось, статолит оказывается где-то в другом месте и возбуждаются другие нервные волокна, которые завязаны рефлекторными механизмами с процессами сокращения купола, и медуза выравнивает свое расположение в воде. Если вы начнете ее поворачивать на бок, а уж тем более вверх щупальцами, она довольно энергична, хотя, конечно, медленно, но довольно уверенно перевернется в правильное положение, купол вверх, а щупальца вниз. Этот механизм наличия некой конструкции, которая плотнее окружающей среды и дальше может опускаться на дно органа и деформировать чувствительные волоски, мы его наблюдаем на самых разных уровнях эволюции животных, в том числе и в нашем органе равновесия. Вот, для примера, еще одна система, очень похожая на то, что только что было у медузы, но уже характерная для моллюсков. И вы видите опять-таки статоцист, статолит, клетки с чувствительными волосками, подходящие к ним нервные волокна. То есть все работает по примерно тому же механизму. Еще одна история в другой линии эволюции беспозвоночных у членистоногих. Ну и соответственно, вы видите, у рака находится этот самый статоцист в основании усиков малых, двуветвистых усиков. Здесь опять-таки камера, где находится кристалл, и вот они чувствительные волоски. Поскольку ракообразные и вообще членистоногие линяют, то есть отдельная проблема. А где взять этот статолит, и тот же самый рак берет песчинку и помещает сюда, в эту камеру. То есть она соединена с внешней средой. Известный из школьного учебника опыт, если раку вместо песка подсунуть железные опилки, то дальше можно с помощью магнита создать у него иллюзию, что он неправильно находится. То есть если над раком поместить магнит, то дальше рак переворачивается брюком вверх, реагируя на движение этого самого статолита и на изгиб тех или иных чувствительных волосков. Вот уже человеческий орган вестибулярный, то есть опять появилась та картинка, которая была на самой первой странице. В глубине височной кости мы видим сложную конструкцию, называемую внутреннее ухо. То есть височная кость образует в сложной конфигурации полость и там внутреннее ухо, которое по сути представляет собой мембрану, очень сложную по конфигурации мембрану, которая формирует вестибулярную и слуховую части. Все это заполнено жидкостью лимфой, прежде всего эндолимфой, особой жидкостью с высокой концентрацией ионов калия. Внутри мы видим слуховую часть, улитку и вестибулярную часть, которая состоит из вестибулярных мешочков и вестибулярных каналов. А вот они, эти самые чувствительные клетки — волосковые рецепторы. Волосковые рецепторы — это вторично чувствующие рецепторы, то есть они не нейроны, и к ним подходят отростки нервных клеток, проводящих нейронов, и считывают возбуждение. Мы видим, как сверху выглядит волосковый рецептор, есть некоторое количество чувствительных волосков, и они реагируют на деформацию, то есть на механический изгиб. Открываются ионные каналы и развивается рецепторный потенциал. Причем изгиб должен происходить не в любом, не в каком попало направлении, а в направлении от меньшего к большему. Вот тогда возбуждение достигает максимального уровня. Вы видите, волоски имеют разную длину, вот самый маленький, вот самый длинный, и вот правильное направление изгиба. Здесь вы видите более сложную конструкцию, где целый ряд волосков подлиннее, целый ряд волосков покороче, но и опять-таки идеальный изгиб от меньшего к большему. А вот сама конструкция внутреннего уха. Улитка, конус закрученный в два с половиной оборота, и про строение работы улитки я буду рассказывать на следующей лекции. Ну а вот, собственно, наш сегодняшний предмет — два слуховых мешочка, извините, два вестибулярных мешочка — сакулюс и утрикулюс, и три полукружных канала. И везде внутри эндолимфа в нее выходят чувствительные волоски, которые реагируют на деформацию. А деформация создается движением эндолимфы и особой мембраны, в которую вставлены кристаллы карбоната кальция. То есть те же самые практически кристаллы, которые еще у медузы. Это очень древняя система. Когда происходит воздействие либо ускорения свободного падения, а оно всегда происходит, мы все время находимся в гравитационном поле Земли, либо когда любое другое ускорение с нами случается, происходит движение этих самых статолитов вместе с поддерживающей их желеобразной массой, деформация волосков, и мы реагируем на те или иные события и перемещение нашего тела в пространстве, и положение нашего тела в пространстве. Обратите внимание на полукружные каналы. Они взаимно перпендикулярны, то есть они образуют по сути систему, такую 3D-систему, которая позволяет описывать движение в 3D-пространстве, поскольку мы живем в таком мире, где есть длина, ширина и высота. Для описания нашего движения в этом объеме нужна вся эта конструкция. На данном слайде показана эволюция вестибулярной системы. Вы видите очень древние варианты, характерные для рыб, лягушка земноводная, крокодилы, рептилии и внутреннее ухо приматов, но очень похожие на человеческое. Самый простой вариант характерен для миксин, рыбообразных существ, которые живут на дне. Поэтому их мир, он скорее двумерный и миксина обходится двумя полукружными каналами, а вот уже акула, у нее явно есть три полукружных канала и появляются четко два вестибулярных мешочка. Обратите внимание, слуховая система пока еще в виде какой-то отдельной конструкции здесь отсутствует. Вестибулярная система появляется первой, это не очень банально, потому что с точки зрения нашей обычной жизни слуховая система важнее, но с точки зрения глобального выживания живых организмов в окружающей среде значимее иметь информацию о том, где верх, где низ, а слуховая система появляется позже. Вестибулярная система более древняя. Вот вы видите вариант латимерии, то есть кистеперой рыбы, и вот уже лягушка, и здесь появляется дополнительный такой вот выступ логена, который дальше превратится постепенно в конус, в явный такой конус, это рептилии, и дальше этот конус закручивается и получается улитка. То есть улитка развивается буквально вот тут на ваших глазах, а вестибулярная система уже на уровне акулы, ну в общем не хуже нашего, и акула очень уверенно чувствует себя опять же в трехмерной водной среде. Но если копнуть еще глубже, то оказывается внутреннее ухо это система, которая появляется при развитии так называемого органа боковой линии. Данный орган, он опять-таки прежде всего характерен для рыб, а при выходе на сушу исчезает. Ну и вот в промежуточном варианте у земноводных мы видим, скажем, боковую линию у головастика, а у взрослой лягушки она уже не сохраняется. Что такое боковая линия? Это система подкожных каналов, которые идут по боку тела рыбы, заходят в голову, и эта система подкожных каналов соединена с внешней средой. И те колебания воды, которые возникают вокруг рыбы, они могут входить в эти каналы и дальше вызывать колебания жидкости и изгибать волоски. При этом над чувствительными волосками находится опять-таки такая желеобразная конструкция, купула. Но в целом посмотрите, те рецепторы, которые в органе боковой линии рыб, аналогичны рецепторам внутреннего уха и являются их эволюционными предками. То есть сначала система боковой линии, а потом те каналы, которые в голове, часть их отделяется от общей конструкции, теряет связь с внешней средой и превращается во внутреннее ухо. На картинке показано срез через поверхность кожи рыбы. Это чешуйки. То есть чешуя очень характерна для рыб, она защищает их тело, выполняет много важных задач, но при этом с осязанием становится как-то не очень. Если на вас некий панцирь, то, конечно, легкие прикосновения ощущать уже тяжелее. Поэтому возникает система боковой линии, которая в итоге оказывается более чувствительна, чем обычное осязание. Рыба с помощью органа боковой линии прекрасно чувствует все, что происходит вокруг, поскольку все эти каналы вдоль всего тела рыбы. Рыба в мутной воде, в полной темноте ощущает, какой объект проплывает мимо нее, в каком направлении, с какой скоростью, каков размер этого объекта. Все это очень важно, а дальше часть каналов отделяется и формирует наше внутреннее ухо. Появился уже во всей красе волосковый рецептор, характерный именно для вестибулярной системы. Мы видим чувствительные волоски от меньшего к большему. Самый длинный волосок, если его разрезать и посмотреть на его внутреннее строение, мы увидим, что это жгутик. Там есть система из микротрубочек, характерная для жгутиков, но при этом этот самый длинный волосок не движется. Он сохранил структуру жгутика, но не сохранил подвижность. Вот этот самый длинный волосок, бывший жгутик, он называется киноцилия. Все остальные волоски называются стереоцилиями, и если их разрезать, то там нет микротрубочковой системы, а есть просто нити-филаменты из белка актина, то есть классического структурного белка, который формирует различные внутриклеточные конструкции и поддерживает выросты клетки, например, таких актиновых филаментов очень много в нейронах, потому что у них очень сильно ветвящиеся дендриты, и чтобы поддерживать эту структуру, актиновые нити тоже очень важны. Но здесь эти актиновые нити внутри стереоцилий. Если мы имеем дело с вестибулярным рецептором, то этих самых нитей волосков будет около десятка, и они формируют вот такой гребень, волоски в один ряд расположены. Если мы имеем дело со слуховыми рецепторами, я про это буду рассказывать на следующей лекции, там чувствительных волосков скорее будет 50-60 и даже больше, и там нет киноцилий, а только стереоцилий. Чувствительные волоски выходят в полость, наполненную эндолимфой, и реагируют на изгиб от меньшего к большему. Это вторичный чувствующий рецептор, то есть изгиб волосков вызывает рецепторный потенциал, деполяризацию. Здесь классический рецепторный потенциал, в отличие от зрительной системы, где была гиперполяризация, здесь деполяризация, вход ионов кальция, выброс глутамата, и дальше сигнал передается на проводящие волокна нейронов. Нейроны, которые передают вестибулярную и слуховую чувствительность, относятся к восьмому нерву, их аксоны формируют восьмой нерв, который дальше на границе продолговатого мозга и моста входит в головной мозг. Реакция идет на деформацию волосков. На самом деле очень интересно знать, как эта деформация превращается в рецепторный потенциал. В данном случае действительно открываются ионные каналы, и гипотеза о строении этих ионных каналов было достаточно много. Прежде всего существовало представление о том, что работают механочувствительные ионные каналы. Представьте себе, что в мембрану волоска вставлены цилиндрические белковые молекулы, которые в спокойном фоновом состоянии имеют довольно сплюснутую форму. Тогда проход внутри этой самой белковой молекулы мал, и никакой ион, в данном случае входить будут ионы калия, никакой ион здесь пройти не может. Но если нажать на этот канал в правильном направлении, как раз от меньшего волоска к большему, то произойдет деформация канала, и проход внутри канала увеличится и тогда сюда сможет войти положительно заряженный ион и вызвать рецепторный потенциал. Такая существовала гипотеза, и могу сказать, что она оказалась ложной, то есть волосковые рецепторы возбуждаются по другому принципу, но вообще сама идея не пропала зря. Например, в кожной чувствительности там действительно подобная система существует, и реакция на прикосновения зачастую развивается за счет вот таких деформирующихся белковых молекул. Но на волосковых рецепторах все-таки сделано по-другому, и открытие механизмов функционирования данных рецепторов произошло только в конце XX века, когда на волоски посмотрели в очень сильный электронный микроскоп и увидели, что от волоска к волоску, видите, от киноцилии к следующей стереоцилии и дальше, и дальше, идут белковые нити. При дальнейшем анализе обнаружилось, что данные белковые нити крепятся к створкам ионных каналов. Если идет деформация волосков, натягивающая нить, тогда ионный канал открывается, и начинается вход положительно заряженных ионов, и развивается рецепторный потенциал. Вот фоновое состояние. В фоновом состоянии 90% ионных каналов закрыто, а 10% все-таки открыто, это позволяет данной системе реагировать возбуждением на сдвиг от меньшего к большему и торможением на сдвиг от большего к меньшему. Основной рецепторный потенциал — это реакция на смещение вот сюда, вправо, от меньшего к большему. То есть было 10% каналов открыто, а сейчас открылась створка, работает 100% каналов и развивается рецепторный потенциал. Но если сдвигать от большего к меньшему, то те 10% каналов, которые активны в фоне, выключаются. И получается система, которая реагирует и вправо, и влево от нуля, то есть от некого фонового состояния. Реагирует, прежде всего, на адекватный стимул возбуждением, а на стимул, прямо ему противоположный по качеству, небольшим, но все-таки заметным торможением. Это позволяет мозгу, анализируя направление ускорения, гораздо более четко этот показатель детектировать. Вот мы видим подобную систему в наших волосковых рецепторах. Покрупнее все это изображено. Посмотрите, это меньший волосок, вот она, белковая нить, она идет к волоску, которая выше, и крепится к створке ионного канала. Вот нить натянулась и канал открылся. Что интересно, система эта обладает еще и способностью к адаптации. Если вот такое натянутое состояние сохраняется, то посмотрите, канал начинает съезжать вниз по волоску. То есть все-таки мембрана, в которой плавают ионные каналы — это всего лишь два слоя липидов, и она обладает определенной пластичностью. И мы видим, что возможно перемещение ионного канала вниз, то есть из-за натяжения вот этой вот белковой молекулы. Канал при этом сохраняет контакт с актиновым филаментом, но тем не менее вот при таком постоянном натяжении сдвигается вниз и закрывается. Это означает, что если ускорение остается постоянным, то реакция рецептора на данный физический стимул снижается, и адаптация идет уже на уровне самого рецептора. Если вернуть все в исходное состояние, то канал вернется в то положение, в котором находился до стимула. То есть вот этот вот якорь, который движется по актиновому филаменту, он помнит свое положение и дальше после смещения может вернуться обратно, и волоски окажутся готовы реагировать на новый сигнал, на новый стимул. Еще раз это показано уже на уровне разряда потенциалов действия в восьмом нерве. Посмотрите, фоновое состояние, здесь около 10% каналов открыто, и в восьмом нерве идут импульсы с небольшой частотой. Если изогнуть от большего к меньшему, то закроются практически все каналы, и частота разрядов в восьмом нерве упадет почти до нуля. А вот воздействие в правильном направлении от меньшего к большему. Открывается много каналов, и посмотрите, какая высокая частота в восьмом нерве. А здесь показана слегка адаптация. Вот опять фоновое состояние, волоски не изогнуты, вот мы сдвинули от большего волоска к меньшему. И видим гиперполяризацию, то есть снижение заряда внутри рецепторной клетки. Была фоновая активность, а теперь разряды в восьмом нерве идут медленнее. А вот воздействие в правильном направлении, вызывающее деполяризацию, то есть от меньшего к меньшему. В начале разряды идут часто, но потом происходит их урежение. Это съезжание ионного канала по актиновому филаменту и адаптация на уровне отдельного рецептора. И вот еще фотографии данной системы. Еще раз, благодаря вот такому устройству есть возможность реагировать не только в сторону плюс, но и в сторону минус. Получается прибор, у которого есть нулевая точка, и стрелочка может уходить в сторону возбуждения и немножко, но в сторону торможения. Исходное состояние возбудили, увидели деполяризацию, учащение зарядов, а потом даже и процесс адаптации. То есть рецепторный потенциал вначале максимален и становится меньше. И глутаминовой кислоты, глутамата выделяется меньше, разряд идет реже. Вернули в исходное состояние и загнули в другую сторону, получили гиперполяризацию, то есть снижение входа ионов калия и опять вернули в исходное состояние. Вот такая уже более сложная схема. Мы не будем разбирать ее детали, хотя, конечно, это очень интересно, потому что здесь вы видите довольно большое количество белковых молекул, которые участвуют в организации и функционировании данной системы. Вот вы видите актиновые филаменты, вы видите все эти ионные каналы, белковые нити, то есть все это сложным образом крепится к мембране, к тем внутриклеточным структурам, которые находятся внутри волосков в цитоплазме. Около десятка белковых молекул отвечают за нормальное функционирование данной системы. Кадгерины, гармонины, ушерины и так далее, и все это разные белки, а это значит разные гены. А это, в свою очередь, означает, что если с данными генами какие-то проблемы, мутации, то могут возникать врожденные нарушения работы вестибулярной и слуховой системы и генетические аномалии, то есть слуховая система оказывается более чувствительна к подобным мутациям, повреждениям. И вообще слуховая система эволюционно более поздняя и более нежная. Вестибулярная система, как более древняя, оказывается более устойчивой. В частности, вестибулярные волосковые клетки способны восстанавливаться после травмы, после какого-то токсического воздействия, а существует целый ряд антибиотиков, которые иногда в качестве побочного эффекта могут разрушать что-то из этих белков и нарушать работу волосковых клеток. Тогда вестибулярные клетки восстанавливаются, а слуховые могут и не восстановиться. В результате приема антибиотиков, как побочный эффект, может возникнуть нарушение слуха, а то и даже глухота. Это редкая ситуация, она наблюдается только для самых тяжелых антибиотиков, которые используют в самом крайнем случае, но данный эффект известен. Давайте теперь посмотрим на вестибулярную систему человека целиком. Мы видим вестибулярный мешочек, а вот вестибулярный канал. Где находятся волосковые клетки, они вставлены в стенку вестибулярного мешочка и вставлены в стенку вестибулярного канала в его расширении, то есть если мы смотрим на канал, вот здесь в начале мы видим ампулу расширения, волосковые клетки, волоски выходят в такую особую желеобразную массу, ее называют еще атолитовой мембраной, и в эту атолитовую мембрану вставлены кристаллы карбоната кальция. Если посмотреть, как это сделано внутри, например, мешочка, то мы видим, что атолитовая мембрана вместе с атолитами, с этими кристаллами, она действительно плотнее окружающей эндолимфы, и в итоге под влиянием силы тяжести выпадает в осадок, изгибает волоски, и если голова расположена вертикально, то изгибаются волоски вполне определенных рецепторов. Если голова расположена горизонтально, то изгиб имеет другое направление, возбуждаются другие рецепторы, и дальше вестибулярная система эту информацию оценивает, и мы можем определить положение головы в пространстве. То есть суперважная задача вестибулярной системы — определить положение головы. Голова — это точка отчета, и дальше уже с учетом сигналов от системы мышечной чувствительности, с учетом того, как изогнута шея, позвоночник, суставы наших конечностей, наш мозг, прежде всего мозжечок, считает схему расположения всего организма в пространстве. Но начинается все именно с положения головы. Работу всех этих вестибулярных мешочков можно сравнить с новогодним шаром, когда у вас есть жидкость, тут какой-нибудь пейзаж и домики, и внутри что-то вроде снега. Вы потрясли, и эти снежинки стали летать, а потом выпадают в осадок, потому что их плотность несколько больше, чем плотность окружающей жидкости. На самом деле они не только выпадают в осадок, они еще реагируют на любые ускорения, которые случаются с новогодним шаром. Точно также атолитовая мембрана, особенно в мешочках, она эффективно реагирует на любые линейные ускорения, которые случаются с нашим телом. То есть задача номер один — это реакция на ускорение свободного падения, задача номер два — это реакция на любое линейное ускорение, которое происходит с нашим организмом. Ну, по сути, ускорение свободного падения — это частный случай линейного ускорения. То есть перемещение вперед-назад, вверх-вниз, вправо-влево с изменением скорости — это тоже вызывает смещение атолитовой мембраны, но G — это такое уникальное ускорение, которое с нами всегда. То есть мы не можем от него никак отключиться, потому что всегда находимся в гравитационном поле. В этом смысле вестибулярная система достаточно уникальна, потому что она всегда посылает сигнал в нашу центральную нервную систему. То есть мы можем оказаться в ситуации полной темноты, и зрительные сигналы исчезнут, в ситуации практически полной тишины, и тогда мы ничего не будем слушать и точно так же с обонянием, с прикосновением, но вестибулярная информация идет всегда, потому что хотя бы часть волосков внутри этих мешочков изогнута. Поэтому когда человек вдруг попадает в состояние невесомости, а это в космосе, то это очень тяжелая и необычная ситуация не только для вестибулярной системы, но для всего организма и, прежде всего, для двигательных центров мозга и адаптация к невесомости — это очень непростая задача, которая порой требует недель, а иногда ее даже толком и не происходит, и так и остается ощущение укачивания, тошноты, дезориентации, но это уже проблемы, связанные с космической биологией и с космической физиологией. Вот еще раз показано, как это все происходит для начала в мешочках. То есть вот стенка мешочка, фиолетовые — это волосковые клетки, дальше мы видим, собственно, атолитовую мембрану, то есть такую вот желатинозную конструкцию и карбонат кальция — вот они, эти самые атолиты. И часть волосков всегда изогнута, но, посмотрите, голова была вертикальна, а теперь она немножко запрокинута. Уже по-другому ориентирован мешочек в пространстве. Реагируя на ускорение свободного падения, эта самая атолитовая мембрана смещается и, соответственно, изгибает волоски. На данной схеме такие рецепторы нарисованы, что сдвиг атолитовой мембраны вот сюда вот вниз, то есть справа налево вниз приведет к торможению всех этих рецепторов, потому что видите, здесь киноцилии расположены справа, а минимальные волоски слева. То есть все эти рецепторы при вот таком сдвиге будут заторможены. Давайте еще раз посмотрим на данную схему. Вот два мешочка — саккулюс и отрикулюс. Посмотрите, на них изображены вот такие темные запятые. Эти темные запятые — это место расположения волосковых клеток рецепторов. То есть они расположены не просто где-то там на дне мешочка, а формируют вот такую дугу, идущую по стенке мешочка. Около трех тысяч рецепторов в каждом мешочке и в каждом канале, в каждой ампуле канала. Вот они, эти ампулы. В итоге из-за того, что по-разному по стенке мешочка ориентированы разные рецепторы, возникает возможность реагировать на ускорение, идущее в разном направлении, ну и в частности на любое положение головы в пространстве. Кроме же, действительно очень важна реакция на просто ускорение. В этом смысле вестибулярная система является важнейшей системой для организации наших самых обычных движений. Суперважная она становится в тот момент, когда эти движения быстрые, интенсивные, и это происходит при беге, при каких-то гимнастических упражнениях. Вот еще раз появилась такая совсем упрощенная схема статоциста, то есть это было у Медузы, но в принципе наш вестибулярный мешочек работает по тому же алгоритму, и идет реакция не только на g ускорение свободного падения, но и на любое линейное ускорение, которое с нами случается. В физике это называют инерцией. Здесь в качестве примера показано, что случается с людьми, которые ехали-ехали в автобусе, и дальше автобус резко ускорился, дернулся вперед. Под влиянием инерции люди падают назад. Примерно то же самое происходит с статолитами внутри органа равновесия. Если все тело и вместе с ним внутреннее ухо и волосковые рецепторы начали с ускорением перемещаться вперед, то инерция позволит атолитовой мембране вместе с татолитами остаться на месте. Когда все тело будет перемещаться вперед, соответственно атолитовая мембрана относительно рецепторов сместится назад. То есть все тело направо по красной стрелке, а атолитовая мембрана по отношению к рецепторам налево по синей стрелке. Это даст информацию о том, что происходит ускорение. Представьте себе, что вы сидите, закрыв глаза, в кресле автомобиля или поезда, поезд особенно неслышно трогается с места, но вы можете ощутить этот момент, если ускорение достаточно велико. Если ускорение будет совсем маленьким, система может не отреагировать под пороговый стимул, но если оно превышает некую границу, то тогда вы ощущаете, что мы двинулись вправо-влево, вверх-вниз, вперед-назад, тогда идет реакция системы мешочков. Отдельная история — это угловое ускорение, когда мы поворачиваем, а тем более вращаемся. В этом случае реагируют рецепторы, которые находятся вот здесь, в расширениях полукружных каналов, потому что при поворотах перетекание эндолимфы будет деформировать волоски уже в зависимости от направления поворота. И, собственно, напоминаю, недаром эти три полукружных канала взаимно перпендикулярны. То есть они описывают 3D-мир и, получая информацию от каждого полукружного канала, мы в этих самых трех измерениях можем уверенно себя чувствовать. Здесь идет реакция на изменение направления движения и, тем более, очень ярко эта реакция будет идти, если идет вращение. Вот, собственно, еще раз эта система показана. Для начала это вестибулярный мешочек, и вот они волосковые рецепторы, их волоски дотягиваются до атолитовой мембраны, вот она показана, и она укреплена атолитами. Именно атолиты, кристаллы карбоната кальция, позволяют создать правильную плотность, то есть чуть большую, чем плотность окружающей эндолимфы. И, соответственно, когда идет перемещение в пространстве, с ускорением идет сдвиг и возбуждение разных рецепторов. А здесь показана система, которая в ампулах полукружных каналов. То есть идет поворот, например, вот в этой плоскости, вертикальной, перетекает эндолимфа по принципу новогоднего шара и влияет на желеобразную массу, то есть здесь нет атолитов, но, тем не менее, движение эндолимфы деформирует желеобразную массу, идет деформация волосков и возбуждение соответствующих рецепторов. И по правильным каналам сигнал передается топически в центральную нервную систему, в вестибулярные ядра, которые находятся на границе продолговатого мозга и моста. Вот здесь показано несколько волосковых рецепторов. Если присмотреться, то киноцилия у двух правых находится слева, а киноцилия у этих двух справа. Поэтому, например, сдвиг атолитовой мембраны, тот, который деформирует волоски, он будет приводить к активации двух правых рецепторов, потому что здесь изгиб идет от меньшего к большему, и к торможению двух левых рецепторов. Вот еще раз атолиты, то есть карбонат кальция. Вообще, это необычно, потому что основная соль нашего организма — это фосфат кальция, то есть из фосфата кальция состоят наши кости, а здесь карбонат кальция — это очень-очень древняя система. На примере этих волосковых рецепторов мы можем четко понять, что такое качество вестибулярного сигнала. Напоминаю, что на первой лекции я рассказывал о количестве и качестве сенсорных сигналов. То есть количество сенсорного сигнала — это его интенсивность, яркость света, громкость звука. В случае вестибулярной системы это будет величина ускорения. Качество сенсорного сигнала — это некое свойство, которое позволяет одним рецепторам на рецепторной поверхности на данный сигнал реагировать, а другим — не реагировать. В случае зрительной системы это было место точки в пространстве. В случае вестибулярной системы это направление ускорения. То есть качественно разные вестибулярные сигналы — это когда смещение идет в разных направлениях, и разные рецепторы в мешочках и каналах реагируют на разные направления ускорения. Это сделано и за счет того, что разные рецепторы расположены на разных участках мешочков. Но кроме того, очень большое значение имеет ориентация гребня волосков. То есть волоски на вестибулярном рецепторе расположены в один ряд — от киноцилий к все более маленьким стереоцилиям. Дальше мы бросаем взгляд сверху на шесть вестибулярных рецепторов. Летим на таком квадрокоптере, видим шесть вестибулярных рецепторов, они пронумерованы один, два, три, четыре, пять, шесть, и видим вестибулярные волоски. На этой схеме я самый длинный волосок, киноцилию, пометил черным кружком, а вот это — стереоцилия. Мы смотрим сверху на эти шесть вестибулярных рецепторов и видим, что гребни волосков в этих рецепторах ориентированы по-разному. У кого-то вот так, у кого-то 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 вообще вот так. Посмотрите, самый длинный волосок находится здесь сверху, а здесь снизу, и плюс еще гребни по-разному сделаны. Вот шесть рецепторов. Как вы думаете, какой из этих шести рецепторов сильнее всего отреагирует и сильнее всего возбудится, если мы будем двигаться снизу вверх, то есть по направлению вот этой стрелки? Ну давайте я вам дам несколько секунд, чтобы подумать, потому что мне бы хотелось, чтобы сейчас вы на этот вопрос ответили. То есть еще раз шесть рецепторов стереоцилии, киноцилия, все тело сдвинулось вверх. Какой рецептор отреагирует сильнее всего? Напишите, пожалуйста, на бумаге номер или, по крайней мере, покажите соответствующее количество пальцев. Ну и какой ответ правильный? Правильный ответ — рецептор номер пять. Потому что, во-первых, направление идет снизу вверх, то есть ясно, что сильнее всего будут деформироваться гребни из волосков у рецептора номер два и номер пять. Но если все тело сдвинулось снизу вверх, то отолитовая мембрана за счет инерции сдвинется относительно рецепторов сверху вниз. И сильнее всего будут деформированы волоски именно в этом рецепторе в пятом. А в рецепторе номер два будет как раз максимально выражено торможение, заторможены будут и рецепторы один-три, а рецепторы четыре и шесть будут тоже довольно сильно возбуждены, но слабее, чем рецептор номер пять. И дальше вот этот сигнал можно передать уже в вестибулярные ядра продолговатого мозга и моста. Там существует система латерального торможения, которая выделит из этих потоков самый сильный сигнал, и соответственно именно рецептор номер пять будет наиболее четко показывать направление того ускорения, которое здесь и сейчас случилось с организмом. То есть благодаря ориентации гребневолосков каждый вестибулярный рецептор реагирует на свое направление ускорения, и в итоге это позволяет нам очень точно определять эти направления. Дальше использовать эту информацию для реализации очень сложных движений, вплоть до движений, которые выполняются гимнасты, акробаты или фигуристы. Понятное дело, сделать такую подкрутку — это колоссальная тренировка и колоссально точная работа в том числе вестибулярной системы. И мышечной, конечно, и зрительной, но в том числе и вестибулярной. Вот точность работы мешочков. То есть наиболее тонко мы детектируем наклоны головы вправо-влево. То есть система разной ориентации гребневолосков плюс еще вот эта вот запятая на стенке мешочка — все это позволяет детектировать наклоны головы вправо-влево с точностью всего один градус. Чуть менее чувствительна система наклона головы вперед-назад. Здесь чувствительность 2 градуса. Ну и, соответственно, в целом, если говорить о порогах реагирования, то это примерно 2 см на секунду в квадрате. То есть на такое ускорение мы уже реагируем. Это вот как раз ситуация, когда вы сидите, закрыв глаза в, например, кресле поезда, и поезд начинает трогаться с места. Сам момент сдвига вы можете не почувствовать, но чуть больше стало ускорение, и вы, конечно, его ощутите. То есть вот это вот то, что называется абсолютный порог, порог реакции на изменение величины сигнала, а вот это вот дифференцировочный порог, который позволяет отличать качественно разные сигналы, то есть, соответственно, сигналы, которые возбуждают разные рецепторы. То есть это порог для интенсивности сигнала, и это порог для качества сигнала. Вот еще раз показано, как ориентированы эти самые запятые внутри саккулюса, внутри вестибулярных мешочков. И вот эти стрелочки демонстрируют направление гребней разных волосковых рецепторов. В итоге действительно и разное положение головы в пространстве прекрасно детектируется, и идет реакция очень точная на сдвиги в пространстве в разном направлении. Полукружные каналы, их абсолютная чувствительность, то есть чувствительность к изменению величины углового ускорения или к появлению углового ускорения, то есть его не было, а вот оно появилось, то есть начали вращаться. Это, например, ситуация, когда вы сидите, закрыв глаза в кресле поезда, и поезд начинает закладывать эту пологую дугу, то есть идет некий поворот железнодорожного пути. Вы это ощущаете. Вот она, эта чувствительность — это 2-3 градуса на секунду в квадрате. То есть здесь угловое ускорение, поэтому оно меряется в градусах. Еще раз показаны ампулы, соответственно конструкция из желатинозной субстанции, то есть желатинозная купола, желеобразная масса, волосковые клетки, вот они показаны ряды волосков, и реакция на вращение тела, на повороты в самых разных направлениях. То есть понятно, что если мы будем как-то там под причудливым углом и по причудливой траектории вращаться, будут работать рецепторы во всех трех полукружных каналах, и дальше будет складываться некая интегральная картинка, такой вестибулярный образ. «А как же мы в этом самом пространстве перемещаемся?» Скажем, кувырок или какая-нибудь американская горка. Там это все очень четко получается. Ну и какие-то другие ситуации, когда вы действительно резко меняете положение тела в пространстве. Например, плывете на байдарке по довольно бурной реке, там тоже много чего происходит, прыгаете на батуте и так далее. Даже просто ходьба по неровной местности, перелезание через препятствия, все эти наклоны — это все ведет к очень мощному, интенсивному и постоянному срабатыванию вестибулярных рецепторов и позволяет действительно четко описывать положение головы и всего тела в пространстве. Слуховая часть улитки, вестибулярная часть улитки, мешочки и каналы, и дальше все это уходит по восьмому нерву в слуховые и вестибулярные ядра на границе продолговатого мозга и моста. Восьмой нерв собирается из слуховой части и вестибулярной части. При этом вестибулярные ганглии находятся тела проводящих нейронов, чьи дендриты подходят к волосковым рецепторам, а аксоны, соответственно, формируют вестибулярный нерв. В случае слуховой системы тела нейронов находятся вот здесь, в самой улитке, а здесь совершенно четкие вестибулярные ганглии. Дальше восьмой вестибулослуховой или еще говорят предверно-улитковый нерв на границе продолговатого мозга и моста входит в головной мозг, и вот эта схема — это поперечный разрез через стволовые структуры на границе продолговатого мозга и моста. Вы видите дно четвертого желудочка и слуховые и вестибулярные ядра. Вестибулярные ядра находятся ближе к серединке или более медиально. Это говорит о древности данной системы, то есть еще раз повторяю, что в ходе эволюции сначала появляется вестибулярная система, а к ней добавляется слуховая. Слуховые ядра расположены более латерально, то есть ближе к краям этой самой ромбовидной ямки. Вот та же самая область, но взгляд сверху. Мы видим дно четвертого желудочка, четвертый желудочек — сверху мозжечок, снизу — дорзальная поверхность продолговатого мозга и моста, дно четвертого желудочка, и здесь показаны самые разные ядра черепных нервов, тройничного нерва, блуждающего нерва. В том числе серым цветом показаны слуховые и вестибулярные ядра. Слуховые — более латерально, а вестибулярные — более медиально. Кроме того, на этой схеме мы видим четверохолмия, то есть верхнюю поверхность среднего мозга, и дальше даже видны два таламуса — все эти зоны тоже участвуют в обработке вестибулярной чувствительности. После того, как считано положение головы в пространстве, считана информация об ускорениях, которые случились с нашим телом, эти данные нужно максимально оперативно использовать для коррекции движений. В этом смысле вестибулярная система несет горячую информацию. То есть мы можем позволить себе роскошь прислушиваться или присматриваться, потратить секунду-другую-третью на анализ слуховых или зрительных сигналов, но в случае вестибулярной системы очень часто важно максимально быстро отреагировать на потерю равновесия. Поэтому вестибулярная информация максимально быстро следует анализировать и передавать в разные двигательницы. центры и принцип дивергенции сенсорного сигнала в случае вестибулярной системы очень ярко себя проявляет. То есть пришел сигнал в вестибулярные ядра продолговатого мозга и моста, здесь сработала система латерального торможения и выделили максимально активированные каналы. И дальше по четырем направлениям идет передача вестибулярной информации, то есть она копируется и передается по четырем направлениям для того, чтобы максимально быстро использовать. передача сигналов в спинной мозг и запуск так называемых вестибулоспинальных рефлексов, передача вестибулярных сигналов в средний мозг и участие в управлении движениями глаз, передача вестибулярных сигналов в мозжечок и учет при реализации двигательных автоматизмов и через таламус, передача информации в кору больших полушарий и учет вестибулярных сигналов при реализации произвольных движений. То есть и те программы, которые запускаются спинным мозгом, и те, которые запускаются средним мозгом, мозжечком, корой больших полушарий — все эти двигательные программы учитывают вестибулярные сигналы. Вот эти стрелки. Спинной мозг — раз, средний мозг — два, мозжечок — три и через таламус в вестибулярную кору. Давайте начнем с более простого варианта — передача вестибулярных сигналов в спинной мозг. Надо сказать, что вестибулярных ядер их несколько, а самая крупная из них — латеральное вестибулярное ядро или ядро дейтерса. От ядра дейтерса начинается латеральный вестибулоспинальный тракт. Кроме того, передачу информации в спинной мозг организуют медиальные вестибулярные ядра, и от них начинается медиальный вестибулоспинальный тракт. То есть медиальный ближе к середине, латеральный ближе к краям, и медиальный, как правило, более древний. Два тракта — латеральный медиальный вестибулоспинальный, начинающиеся от ядра дейтерса и от медиального ядра — способны влиять на функционирование передних рогов серого вещества спинного мозга, а порой мы видим прямые моносинаптические контакты сразу с мотонейронами. То есть идет очень быстрая передача сигналов на те нервные клетки, которые дальше управляют непосредственно мышцами. Что делает медиальный вестибулоспинальный тракт? Его сфера влияния — это мышцы туловища и мышцы шеи. И соответственно, один из наиболее известных рефлексов, связанных с работой медиального вестибулоспинального тракта, — это ровная установка головы. То есть, как писал классик изучения вестибулярных рефлексов, из любого положения наша голова стремится занять такое положение в пространстве, чтобы ротовая щель была параллельна к горизонту. Звучит, может, не очень изящно, но зато понятно. То есть голова ставится ровно. Зачем? Именно в этом положении наши глаза лучше всего собирают зрительную информацию, наши уши собирают лучше всего слуховую информацию, и существует рефлекс вертикальной установки головы, который мы прекрасно можем наблюдать у младенца. Причем не просто наблюдать, а наблюдать становление и созревание этого рефлекса, потому что когда ребенок появляется на свет, он еще, как известно, довольно плохо держит голову. И вот вам выдали ребеночка в роддоме, вы должны его заголовку поддерживать, потому что она еще буквально болтается во все стороны, то есть очень осторожненько. Дальше проходит неделя-другая, третья, ребенка начинают по совету педиатра, по настоятельному совету педиатра, выкладывать на живот, на пеленальный столик, на одеяльце, и ребенок кладет голову на бок пока что, потому что на носу как-то неудобно, но дальше вы видите, как он пытается ее оторвать и хотя бы перевернуть на другую сторону. На самом деле задача даже не в перевороте, а в том, чтобы вертикализировать положение головы, то есть реализовать рефлекторную программу. Но она пока что плохо у младенца реализуется. Во-первых, еще незрелая система, во-вторых, еще мышцы нетренированные. Но проходит день за днем, и вы видите, что ребенок все более уверенно сначала перекатывает голову с правой стороны налево и обратно, а потом уже вот так вот держит голову, опираясь на слегка передние конечности, и все, и дальше жизнь налаживается. То есть в тот момент, когда вы берете его на руки, вот этот установочный рефлекс, который идет благодаря медиальному вестибулоспинальному тракту, реализуется уже достаточно уверенно. Голова еще, конечно, так болтается, и вам поначалу надо все равно страховать, но дальше все лучше и лучше, и вот, пожалуйста, здесь ребенку около четырех месяцев прекрасно, уверенно держит голову, и вы его меняете положение в пространстве, а он возвращает свою голову в идеальную позу. Все это благодаря быстрым рефлекторным дугам, которые идут прямо с вестибулярных мешочков через медиальное вестибулярное ядро и дальше на те мотонейроны, которые работают с мышцами шеи. Это один пример. Второй пример тоже общеизвестный — это работа латерального вестибулоспинального тракта, то есть то, что идет через ядро дейтерса, и это рефлекс экстренного распрямления конечности при потере равновесия. Если мы теряем равновесие и начинаем заваливаться вправо, то мы видим, как нога со стороны завала отставляется в бок латеральной и разгибается. Причем это происходит очень быстро. Вот такой рефлекс поддержания равновесия тоже идет по цепочки вестибулярные мешочки, латеральное вестибулярное ядро, латеральный вестибулоспинальный тракт и мотонейроны, но уже не шейного отдела, которые работают с мышцами шеи, а поясничного отдела спинного мозга, которые работают с мышцами ног. При падении мы растопыриваемся и, может, не очень изящно получается, но все-таки, как правило, сохраняем равновесие. Понятно, что данная программа очень древняя. Понятно, что она, конечно, надежнее работает у четвероногих. И какая-нибудь корова на льду ощущает себя увереннее, чем человек, потому что у коровы все-таки четыре точки опоры, а у нас всего две. И шанс четвероногого млекопитающего упасть на льду, он, конечно, поменьше, чем у двуногого человека. Рефлекс этот, рефлекторная программа, очень древняя. Экстренное распрямление конечностей при потере равновесия, особенно со стороны падения, и у человека данный рефлекс работает не очень хорошо, потому что, когда мы падаем, у нас не только нога распрямляется, но и рука. Человек подскользнулся и опирается в момент падения рукой. И здесь высока вероятность травмы. Основная травма при падении в гололед — это вовсе не повреждение ног, а повреждение рук. Повреждаются и порой даже ломаются кости предплечья, потому что мы падаем со всей высоты на выпрямленные руки — это не очень уместная работа данной рефлекторной программы. Мы не так давно встали на задние лапы, и вести булоспинальный рефлекс экстренного разгибания продолжает реализоваться и ведет к повышенному травматизму. Поэтому, когда человек профессионально учится падать, например, в спорте, то тут же над этой программой за счет мозжечковых навыков надстраивается система группировки. Вы должны при падении наоборот группироваться и поджимать руки для того, чтобы это повреждение не случилось. Получается, что рефлекторный механизм здесь работает не очень даже на месте, и нужно его улучшать за счет наработки дополнительных автоматизмов. В качестве примера я взял фотографию, как акробат делает сальто назад, и вот он приземлился, и вот это экстренное разгибание рук здесь тоже проявляется. Оно помогает все равно поддержать равновесие, но при условии, что вы не ткнетесь своей рукой в какую-нибудь жесткую опору. Совершенно гениально данные рефлексы вести булоспинальный и реализуются у кошек в тот момент, когда они падают. То есть тот же самый Рудольф Магнус все это изучал, бросая кошку, вы берете котенка вниз спиной и отпускаете с высоты в метр. Вы видите совершенно волшебную историю, как кот за время падения успевает перевернуться и упасть на все четыре лапки. Это работают вести булоспинальные рефлексы, причем существенно сложнее, чем у нас. Физики специально все это изучали. Вы видите гифку, которая показывает, что происходит. Кот, падая спиной вниз, начинает очень быстро вращать хвостом и за счет закона сохранения момента движения, момента вращения, его тело начинает вращаться в противоположную сторону. То есть если крутить хвостом по часовой стрелке, тело начинает помедленнее, потому что масса больше крутится против часовой стрелки и в тот момент, когда уже оказываешься лапами вниз, можно прекращать вращение хвостом и приземляться. Достаточно всего долей секунды, чтобы все это произошло. Понятно, что у маленького хищника-древолаза данная рефлекторная программа эволюционно очень здорово отработана. Подобные движения используют парашютисты, когда в свободном полете пролетают сотни метров. При этом нужно, например, всей команде собраться в какую-нибудь красивую фигуру. Естественно, космонавты в невесомости используют какие-то подобные механизмы, хотя иногда что-то попроще. Например, бросаешь книгу в одну сторону каюты и тебя за счет закона сохранения момента движения сдвигают в противоположную сторону. То есть работает реактивный принцип. У кота работает вращение хвоста. Речь идет не о реактивном движении, а о сохранении момента вращения. Пойдем дальше. А дальше это средний мозг. Одно из вестибулярных ядер называется ядро Швальбе, и от него аксоны идут в средний мозг и участвуют в коррекции движений глаз. О движении глаз я достаточно много рассказывал на второй лекции. Помните, там сакады, слежения, рефлекс нестагма, то есть ритмического движения. На все эти движения глаз влияет еще и вестибулярная информация, потому что, как правило, когда мы существуем в мире, у нас не только глаза двигаются, но, например, вся голова, все тело, и при этом важно сохранять точку фиксации взора. То есть вот я сейчас смотрю в камеру и, например, поворачиваю голову так, поворачиваю голову так, и если я хочу смотреть в камеру, мои глаза компенсаторно сдвигаются, компенсаторно системой. И через ядра Швальби передается на глазодвигательные нервы, на соответствующие мотонейроны. Напоминаю, что это третий, четвертый и шестой нервы, и происходят вот такие компенсаторные движения глаз. Здесь показано на схеме, как это происходит с человеческой головой, с человеческой глазодвигательной системой. И что еще очень важно, вот эти сигналы вестибулярные они учитываются нашей зрительной системой при формировании визуальной картинки. То есть то, что мы сдвигаем глаза, при этом, соответственно, сдвигаем всю голову, вся эта информация позволяет убрать колебания визуального образа. Идет компенсация дрожания нашей видеокамеры. Подобные механизмы компенсации сейчас есть в хорошей фотоаппаратуре. И компенсация всех этих сотрясений очень важна. Я вращаю, двигаю головой, но картинка остается стабильной, потому что информация вестибулярная учитывается зрительной системой. Попробуйте след за мной. То есть вы берете и, полуприкрыв глаз, через веко качаете. Для надежности можно этот глаз вообще закрыть. Вот вы начинаете чуть-чуть качать глазное яблоко. И тут же видите, как плывет ваша картинка. То есть вот так, если двигать гораздо сильнее смещение глазного яблока, картинка не плывет. А вот так, если покачать, плывет. Почему? А потому что нет вот этого компенсирующего вестибулярного сигнала. То есть наша зрительная система от вестибулярных центров не получает информации о том, что вся голова сдвигается. То есть мы качаем глазное яблоко, и тут же эта система поплыла, и стабильность изображения нарушается. То есть стабилизации ее не происходит. Очень важным потребителем, ну, наверное, даже, можно сказать, основным потребителем вестибулярной информации является мозжечок. Огромная зона, о которой мы будем еще не раз вспоминать, а последние две лекции нашего цикла будут вообще посвящены движению. Там мы про мозжечок много будем говорить. Значит, мозжечок находится у нас очень сильно на затылке, то есть вот смотрим на продольный срез головного мозга, затылочная доля, которая зрительная, вот под ней мозжечок. И если мы смотрим на мозжечок сзади, то мы видим, что он состоит из центральной части, которая называется червь и двухполушарий. Ну и собственно мозжечок — это центр двигательного обучения, формирования двигательной памяти, двигательных навыков. И очень многие двигательные навыки и двигательные программы учитывают вестибулярные сигналы. То есть нужно учитывать гравитацию и, опять же, ускорение, с которым движется наше тело. Ну и в первую очередь потребителем вестибулярных сигналов выступает древняя часть мозжечка. Значит, древняя часть мозжечка — это кора червя и находящийся в глубине мозжечка так называемые ядра шатра. То есть вообще как устроен мозжечок? На поверхности серое вещество — кора, причем еще огромное количество борозд и звилин, которые увеличивают площадь коры. Но кроме того, в глубине мозжечка есть дополнительные скопления серого вещества — ядра. Они очень важны для конечного запуска двигательных программ. Ну и мозжечок делится на древнюю часть, старую и новую. То есть когда мы говорим «древняя часть», мы имеем в виду структуры, которые есть уже у рыб. Старая часть формируется при выходе позвоночных на сушу и в явном такой форме уже развита у рептилий. То есть у амфибия она тоже есть, но полного развития достигает у рептилий. Новая часть — это прежде всего млекопитающие птицы, причем это развитие очень по-разному идет у птиц и млекопитающих. Ну и новая часть, скажем, очень мощно у человека связана с тонкой моторикой пальцев. Когда мы говорим о новой части мозжечка, здесь вклад в вестибулярной информации не очень значим. А вот старая и древняя части — да, здесь вестибулярная информация колоссально важна. Древняя наша часть мозжечка занимается в основном автоматизацией рефлекторных программ. То есть рефлекторные программы, которые существуют у нас в спинном мозге или в среднем мозге, они в своей основе врожденно заданы. И некоторые заданы настолько хорошо, что никакая дополнительная настройка особо и не нужна, ну скажем, какой-нибудь коленный рефлекс. А вот в некоторых случаях настройка нужна, и, например, это уже упомянутые вестибулоспинальные рефлексы, то есть та же самая группировка и поджимание рук при падении — это уже откорректированная программа, моторная программа спинного мозга, которая, соответственно, доводится до идеала мозжечком. Те же самые движения глаз в основе являются врожденными рефлекторными программами, но дальше доводятся до идеала опять же древней частью мозжечка. То есть древняя часть мозжечка, червь и ядра шатра отвечают за автоматизацию рефлекторных программ, и здесь вестибулярные сигналы очень важны. Старая часть мозжечка — это внутренняя область полушарий и промежуточные ядра — это то, что помещено цифрами 2 и 3 на схеме. Данная зона занимается автоматизацией локомоции, то есть движения, которые обеспечивают наше перемещение в пространстве. Шаг, бег — девятая лекция, в ней я очень много буду рассказывать про механизмы локомоции. И, конечно, когда мы идем или бегаем, здесь учет вестибулярных сигналов тоже очень важен. Новая часть — это прежде всего тонкая моторика конечностей, мимика, движение пальцев, движение языка. Здесь скорее важна мышечная чувствительность, чем вестибулярная. Вот новая часть мозжечка — наружная зона полушарий и связанные с корой латеральной зоны полушарий так называемые зубчатые ядра. Если повреждается, прежде всего, древняя часть мозжечка, если повреждаются потоки вестибулярных сигналов, идущие в мозжечок, то возникают характерные двигательные нарушения, так называемая мозжечковая атаксия, когда проблемы с поддержанием равновесия. Вы видите, здесь и установка головы нарушается, и вся поза, и, конечно, самостоятельно человек не то что ходить, даже стоять не может. А когда хорошо работает древняя часть мозжечка, и вестибулярные сигналы поступают, и вы тренируетесь и тренируетесь, и накапливаете двигательные навыки, здесь можно достичь потрясающих вершин. Вот фотография из аквапарка, где, соответственно, дельфины, тренер. И, конечно, у дельфинов прекрасно работает вестибулярная система, и у человека здесь тоже прекрасно работает вестибулярная система. Что бывает при повреждении мозжечка и нарушении органов равновесия, информации от органов равновесия, очень красиво описал в своей новелле «Глаз ватерпасс» Оливер Сакс. Оливер Сакс — выдающийся английский невролог, который помимо работы с пациентами еще писал повести о том, как люди справляются с возникшими проблемами. В частности, герой данной новеллы смог за счет зрительной дополнительной коррекции преодолеть свои проблемы с вестибулярной системой. Когда мы ориентируемся в пространстве и корректируем положение нашего тела в пространстве, кроме вестибулярной системы еще большую роль играет зрение. Мы видим, насколько вертикально мы находимся относительно стен комнаты и все такое прочее. Поэтому итоговое поддержание положения тела в пространстве — это сложнейшая сенсорная интеграция, которая учитывает не только вестибулярные сигналы, но и сигналы от системы мышечной чувствительности, растяжение мышц, сухожилия, углы поворота суставов и еще зрительные сигналы. Последний информационный поток, который идет от вестибулярных ядер, он на нашей схемке помечен цифрой 4 — это поток, который направляется через таламус, через медиальные ядра таламуса, а точнее вентральные постеромедиальные ядра таламуса, дальше в вестибулярную кору. Таламус, как обычно, выполняет функцию информационного фильтра, а вестибулярная кора находится на дне боковой или латеральной, или сильвевой борозды и так просто на поверхности полушарий мы эту зону не увидим. Вот схема большого полушария, вот боковая борозда, ниже височная доля — слуховая кора, выше передняя часть теменной доли — это чувствительность тела, а вот боковая борозда. Представьте себе, что мы делаем срез через боковую борозду, а мы обнаруживаем, что там внутри боковой борозды находятся зоны еще двух сенсорных систем. Совсем на дне боковой борозды мощное расширение, много коры — это так называемая островковая доля, и здесь находятся центры вкуса, и мы до них еще обязательно доберемся. А вот вестибулярная система обнаруживается в стенке боковой борозды со стороны височной доли. Вот она. И в целом область боковой борозды получается схождение сразу четырех сенсорных систем — кожной чувствительности, вкусовой, вестибулярной и слуховой. Благодаря передаче вестибулярной чувствительности в кору больших полушарий мы можем вестибулярные сигналы учитывать при выполнении произвольных движений, то есть каких-то новых движений в новых условиях. Ну скажем, вы взяли и решили пройтись по бревнышку, а вы вовсе не профессиональный канатоходец и даже не художественная гимнастка. И тогда тогда вестибулярные сигналы оказываются очень значимыми. То есть обычно их таламус в кору почти не пропускает. Мы очень мало осознаем работу нашей вестибулярной системы. Вестибулярная информация ежесекундно используется для функционирования мозжечка, а кора почти не осознает. Но в тот момент, когда вы решили выполнить произвольное движение, требующее поддержания равновесия, оказывается, что этот поток существует, он очень велик, он очень значим. Таламус тогда все это пропускает и сначала обрабатывается все это в вестибулярной коре, а потом передается в лобную долю для того, чтобы запускать и контролировать некое произвольное движение. Причем порой это бывает даже не очень в попад. Представьте себе, что доска шириной 20 сантиметров и длиной метров пять. Эта доска лежит на полу комнаты и вам нужно по этой доске пройти. Никаких проблем. А теперь та же самая доска, но над горной пропастью. И вот там 20 метров и ревущий поток. Вроде задача двигательная та же самая, то есть пройтись по этой доске, но кора больших полушарий запаникует, отпихнет мозжечок, скажет «я буду сама» и дальше, скорее всего, будет не очень хорошо, потому что если бы движением управлял мозжечок, там двигательный автоматизм и все прекрасно. А кора, произвольные движения, они менее точные и вы дойдете до середины этой досочки, и вам станет совсем плохо, и вы ляжете и начнете набирать телефон спасателей. Какой выход? А вы должны представить, что на самом деле доска лежит на полу комнаты и так весело насвистывая, пройтись по ней, используя только двигательные автоматизмы. То есть отвлечь кору какой-то другой задачи, не смотреть вниз хотя бы. Тогда получится. То есть, опять же, не всегда идеально эта система работает. Но, в принципе, если мы будем упорно тренировать кору больших полушарий мозжечок и повторять некое движение, то любой может научиться ходить по бревну и даже по канату и достичь не таких вершин, как циркачи. Но, по крайней мере, действительно наши двигательные системы мозга способны освоить очень сложные программы. И примером совершенно величайшего мастерства является история Филиппа Пети, который в 1974 году провернул такую операцию. Он вместе с друзьями тайком между бачными близнецами в Нью-Йорке натянул канат и вышел на этот канат и ходил там почти час. Этот человек, что называется, в тот же день стал знаменитым, хотя, конечно, забрали в полицию, но потом отпустили. То есть история о том, как этот канатоходец на высоте более четырехсот метров расхаживал в течение этого часа и как готовилась вся эта авантюра — это сюжет особого документального фильма, который, кстати, в 2009 году получил Оскара в номинации «Документальные фильмы». Снят и художественный фильм, но художественный фильм, на мой взгляд, гораздо меньше впечатляет. А вот документальный фильм прекрасен, и я вам всячески рекомендую его посмотреть, потому что там сюжет идет как бы в трех слоях, то есть идет кинохроника 1974 года, еще более ранняя кинохроника о том, как пяти с друзьями готовились к этому мероприятию, и их воспоминания здесь и сейчас, то есть как это сейчас вот с точки зрения уже 21 века воспринимается вся эта авантюра и потрясающее приключение. Ну и последние слайды, они про эффект укачивания. Если мы сильно и регулярно стимулируем вестибулярные ядра, то активация из этих зон может растекаться по продолговатому мозгу и мосту и вызывать в лучшем случае засыпание, потому что здесь есть центры сна, а в каких-то случаях тошноту и всяческие неприятные ощущения, потому что здесь рядом находятся ядра блуждающего нерва, которые влияют на разные парасимпатические функции, тонус сосудов, работу желудочно-кишечного тракта. То есть укачивание не очень адекватным является стимулом, и для того, чтобы с ним как-то справляться, можно во-первых эту систему тренировать, во-вторых ждать, что она повзрослеет, то есть детей укачивает сильнее, и на худой конец есть препараты вроде драмины, то есть антагонисты гистаминовых рецепторов головного мозга, которые могут снимать эффекты укачивания. Ну и последний пункт, о котором нельзя не сказать, любая сенсорная система приносит нам радость. Нам интересно что-то рассматривать, нас радует музыка, и в том числе нас может радовать вестибулярная система. То есть новые вестибулярные сигналы являются потоком положительных эмоций, и вы берете ребенка маленького и начинаете его подбрасывать, и вот уже счастье, а уж тем более всякие качели, карусели. Маленький ребенок еще очень мало видел и ощущал в мире, и вот это подбрасывание его радует. Взрослого человека, если вы начнете подбрасывать, он уже не обрадуется, потому что он знает, что три раза подбросит, а на четвертый могут и не поймать. У него уже опыт негативный накопился, а младенец вам доверяет и ужасно радуется. Качели, карусели, с возрастом это уже становится для нас не так значимо, и просто качелями и каруселями не обойтись. Но какая-нибудь хорошая американская горка или вот эти самые страшные в мире аттракционы, я специально подобрал картинки, они все равно вызывают мощнейший всплеск. И адреналина, и дуфамина являются очень значимыми, и люди платят деньги, и порой немалые, для того, чтобы ощутить этот ужас, все это кувыркание, полет в бездну, и потом вернуться к нормальной жизни и сказать «да, это было здорово», и это запомнится на очень долгое время. Спасибо за внимание. Лекция закончена. Всем хорошего дня. Наша следующая лекция будет посвящена слуховой системе мозга.